Настало время вспомнить, с чего мы начинали. В этом видео я хочу сыграть три игры в фосмофобии. Первую игру я сыграю с первым классом предметов, вторую игру я сыграю со вторым классом предметов и третью игру с третьим классом предметов. Все предметы сейчас у меня стоят, как вы видите, первого класса. Игры будут я играть на кошмаре. Поехали. Сравним, насколько мне будет комфортно или дискомфортно с разного рода предметами. Также я, естественно, буду что-то рассказывать про все эти предметы, потому что я этот путь вот сейчас прошел. И, впрочем-то, это видео обещает быть долгим. Хотел по привычке взять камеру на голову. О, кстати говоря, я вот это вот хотел посмотри. Типа, видишь? Ничего себе. Ночное видение. Короче, чтобы включить камеру на голову, нужно зажать Т. И, кстати говоря, очень классно выглядит камера на голову, ну вот именно здесь. Типа, там и фильтр такой прям смешной, и все на свете смешное. Ладно. Итак, возьму детектор МП, термометр и видеокамеру. Вот что я сейчас хочу с собой взять. Это, по моему мнению, лучший сет вот для начала. Лучшие первые три предмета, которые вы можете взять, если у вас все предметы третьего тира. Ой, фу, извини. Первого тира я имею в виду. И особенно, в частности, термометр. Это, я считаю, из, ну, первого тира предметов, наверное, один из самых лучших предметов. Многие, кстати, говорят, что видеокамера очень классная первого тира. И, типа, если сравнивать ее, например, с видеокамерой, там, третьего или второго тира, что, типа, они, на них хуже огонек виден и все такое, на самом деле нет. На самом деле, я не знаю, в каком месте они, эти люди увидели, что вот реально с камерой первого тира. Мне лично нет. Просто тут экранчик гораздо меньше. На тех экран больше. И, типа, то, что тут цветокор такой зеленый. О, кстати, огонек призрачный. То есть, типа, это абсолютно легко можно найти. Несмотря, ну, на тир камеры, я не скажу, что с первым тиром суперсложно огонек находить. Но и не скажу, что со вторым и третьим тиром не проще. Как раз таки проще. Особенно с третьим тиром. А вот по поводу, кстати говоря, блокнота, у меня есть вопросики. Не знаю. Потому что пока что блокнот третьего тира у меня особо не оправдал ожиданий. Но, в общем-то, мы на это еще посмотрим. Ну и, кстати говоря, лазерка тоже. Но лазерку теперь, смотри, как можно поставить вот так. Только очень странно, что когда ты зажимаешь F, она почему-то изначально смотрит в другую сторону. Так, смотри. MP. Значит, это не MP5. Видишь, то есть MP у нас вот так вот двигается, двигается туда-сюда. Так, кстати, мне нужно принести сейчас ультрафиолетовый фонарик. А именно, неоновую палочку. О, я сейчас интересный эксперимент проведу. Подожди, он постучал в окно. Будет ли видно с этой стороны отпечатки? Так, я хочу быстренько взять еще один вот этот вот. Ну и давай, давай соль возьму. Ну-ка, подожди, будут ли с этой стороны видны отпечатки? Итак, с этой стороны ничего не видно. Если сейчас мы с той стороны войдем и будут видны отпечатки, то будет, конечно, очень интересно. Нет, отпечатков нет. Окей, возможно, эксперимент не удался. Так, давай положим. Значит, сюда, сюда. И, а, я забыл, что дважды у нас, да, только можно это все сделать. Окей, так, термометр пока что не... Так, опа-на. Ага, у этого призрака нет отпечатков, потому что он сейчас потопал в соли. Мы, кстати, можем вычеркнуть миража, но у нас и так он вычеркнут уже. Окей, ладненько. У этого призрака нет улики ультрафиолета. Когда ЭМП-5 у нас с первым тиром, вот, ЭМП-детектора, то, собственно, у нас издается такой прям высокочастотный звук вот среди вот этого трещания. И плюс вот эта стрелка, она прям вот заметно будет заходить вот за вот эту пятерку. И она будет как бы на долю секунды туда перескакивать. Но это можно будет заметить достаточно легко, и как бы с этим проблем не должно возникнуть. Вот первого тира лазерный проектор, вот это, конечно, да. Вот это, конечно, вещь веселая, потому что с помощью него, да, реально сложновато призрака находить лазерку. Но сейчас опять-таки посмотрим, может, это просто у меня опыта мало было, когда я искал те моменты лазерку. Но сейчас вот, сейчас узнаем, короче, все узнаем. Так, ну-ка, значит, да, отпечатков у нас как не было, так и нету. Можем сказать о том, что, впрочем-то, это не абака и это не отпечатки. Было бы классно, если бы термометр, кстати, можно было бы повесить, например, на... И единственный еще предмет, который я не проверил, это радиоприемник, который очень легко потерять, потому что он маленький совсем. О, записи в блокноте. Ну-ка, на блокноте прямо постою, может быть, даст мне радиоприемник. Не знаю, если есть такая вообще комбинация. Есть, это мара было бы. Хорошо. Ну-ка, стой. Вот сейчас звуки такие прям были жесткие. Но нет, это не MP5, тем не менее. Возможно, это будет сейчас минусовая. Да, кстати, смотри, термометр очень низко опустился, но тем не менее пока что не в минус ушел. И хочу напомнить, что то, что сейчас вы видите на экране, вот это вот пар, вот это дыхание, да? Чё? Ё-моё, я обосрался! Они обновили же звуки этого радио для того, чтобы я обсирался. Капец, смотри. Не, по-прежнему MP5 нету. Хорошо, я думаю, это не MP5, потому что призрак обычно после пятого где-то взаимодействия уже дает MP5, если у него оно есть. Хорошо, давай принесем другие вещи. Тут включу свет, чтобы удобнее было. То есть вот этот пар, это не минусовая температура теперь, после нового обновления. Раньше, да, была, но теперь уже нет, потому что они изменили. Теперь при минус 5 градусах всегда... Ой, не минус 5, при 5 градусах по Цельсию и ниже, теперь всегда у нас будет пар из артайти. И минусовую температуру можно будет найти только если у вас есть термометр, соответственно. Так, я положу здесь, раз 5 и одно давай. Одно, так, стоп. Ага, он тут какую-то дверь потрогал, давай сфоткаю. Взаимодействие сфоткал, замечательно, восхитительно. Записи в блокноте я отметил. Кстати, записи в блокноте надо бы сфоткать тоже. Ну-ка, бамс, сфотографировалась, да? Да, именно записи в блокноте, это хорошо. Окей, давай посмотрим. Тем не менее, я думаю, что возможно, все равно у нас будет минусовая температура, потому что у нас может быть ревенант. Ой, мама. Да, ревенантик опаснее, чуть-чуть. Кстати, что у меня для задания нужен? Датчик движения. Хорошо, без проблем. Так, стоп, еще одна фотка. Еще одна фотка, это он вот эту дверь потрогал, верно? Верно, все, хорошо. И еще раз эту же дверь потрогал. Ну, судя по звуку, да? Да, замечательно, смотри, как отжигаю на фотках, а? А, может, еще следы в соли с фоткой, точнее. У них же нету срока годности вроде бы. Че, срок годности? Ну да. Так, подожди. Датчик движения, благовония, распятие. Распятие у нас уже есть там, датчик движения вот. Ну и благовония давай перетащу. Хорошо, да, благовония я перетащу. Итак, положу-ка я датчик, поставлю, точнее, давай вот датчик движения здесь. Потом мы как раз, когда убегать от призрака будем, будет все замечательно, восхитительно. Дай мне знак. Надо сфоткать следы в соли. Раз, следы в соли. Так, и давай, смотри, следы в соли третьего тира. Я постану вот так, потому что, мало ли, оно сейчас засчитало именно другие следы в соли. Я, конечно, скорее всего, нет, но... У нас четыре фотки осталось. Можно еще сфоткать призрака. И, кстати говоря, косточку было бы неплохо найти. Так, это не о... А, ну хотя, в принципе, мы и так знаем, что это не они, поэтому по барабану нам... Окейушки, ну-ка, где наша кость? Где же кость? Где же кость? Мне надо кость сфоткать по-любому. И, конечно, хорошо было бы еще призрака сфоткать. Блин, очень мне нравится фотоаппарат первого тира. И вообще, в принципе, классно, что они вот реально прям предметы эти отличаются. И ты ощущаешь, что сначала ты играешь реально с каким-то древним оборудованием. Которое не идеальное, но оно, я не знаю, оно создает атмосферу. И реально, ну, классно, классно ощущается. Вот, особенно, вот, знаешь, классно, если бы разрабы фазмы... Ну, или даже не то, что если пойти на какой-нибудь графт или близдейл. Просто разработчики фазмы не особо любят то, что я, в принципе, тоже не люблю. Когда в... Когда у всех ассоциируются призраки с обязательно средневековыми какими-нибудь замками, домами, которые просто все одинаковые. Я больше люблю... Вот мне фазма этим отчасти понравилась, что тут реально... Так, подожди. Сейчас я что-то как будто слышал. Что здесь обычные вот такие дома, как будто вот из них только что реально уехали люди, потому что было страшно. Так, он снова пишет в блокнот. Ну-ка, взаимодействие сфоткал. Хорошо, и сейчас нужно записи в блокноте еще сфоткать. Записи в блокноте. Записи в блокноте. Отлично. Осталось только призрака сфотографировать. Так, минусовой температуры у нас по-прежнему нет. Ага, я думаю, что это будет радиоприемник. Радиоприемник. Радиоприемник тоже такая улика, которую сложно получить даже с третьим тиром. Вот это, в принципе, два, наверное, основных предмета, которым у меня есть вопрос. Хотя, кстати говоря, еще это может быть лазерка сейчас. Потому что, да, потому что лазерного проектора у нас по-прежнему не было. Ну-ка, дай мне знак. Покажи себя. Дай мне знак. Да, кстати говоря, еще вот этот вот пар изо рта тоже мешает немного, потому что он, ну, на него лазерка тоже реагирует теперь. Еще, кстати говоря, теперь в лазерной проекции бывают призраки, которые ползают, поэтому... Ну-ка. Блин, не успел сфоткать. Ну ладно, может быть сейчас... Стой! Где мой радиоприемник? Ну-ка, давай, ответь мне. Не отвечает. Ну, впрочем-то, возможно, это и не радиоприемник никакой. Окей, возможно, это реально не радиоприемник. Так, я скину давай благовольно лучше здесь. Возьму с собой фотик на всякий случай, если вдруг он сейчас решит этого того. Снова появится, например. Опа-на! Все, три звезды призрак, готово. Давай. Теперь пропадай и лазерку показывай. Ну-ка, показывай лазерку мне. Дай мне лазерный проектор. Покажи себя, дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты старый, ты молодой? Блин, надо было, кстати, радиоприемник еще раз проверить. Да. Черт, я не подумал. Где радиоприемник? Где радиоприемник у меня? Блядь. Я посеял радиоприемник. Ну что ж я за дурак такой? О! За... Дай мне знак. Покажи себя. Не дает мне знак. Не дает ничего. Хорошо. Ладно. Так, надо включить мне свет, потому что без света вообще ни о чем. Без света очень страшно и очень ничего не понятно. Он там гостит, подожди. Может быть он сейчас мне даст лазерку. Ой, радио. Так, ну-ка. Только, правда говоря. Очень страшно, потому что сейчас это если ревенант, особенно какой-нибудь, то он может меня схавать. Очень легко. Не, нету ничего. Но гостит, кстати говоря, неплохо. Мне кажется, он прямо сейчас здесь начнет охоту. В принципе, это призрак, которого легко можно будет определить по охоте. Так что да. И он, кстати, несколько гостов уже делал и ни разу не разбивал свет. Я не думаю, что это Мара. И по поведению, мне кажется, что это Тае или, ну... Это Мара, что ли? Вы что, угорать? Вы серьезно сейчас, да? Это не ревенант? То есть это Мара, это все время был радиоприемник. Ну, впрочем... Давай я сейчас, смотри, проверю. Простым образом, если будет ускоряться... А он ускоряется, как вы видите. Он ускоряется. И, в общем-то, да. Значит, то, что это Мара. Это Мара. Пожалуйста, отмечаем. Сейчас дождемся конца охоты. Все, конец охоты. И мы сваливаем отсюда. Да, у Мары был радиоприемник. И, в общем-то, мы сейчас заметили то, что первого Тира радиоприемник. Ну, как бы, такое себе. Про вот это вот я молчу. Направленный микрофон нам пока что не пригодился. И свечки тоже не пригодились. Ну, впрочем, с ними ничего особо интересного. На Тир первом уровне они просто свою функцию выполняют. В них особо ничего классного как бы и нет. Итак, пожалуйста, Мара. И мне дали 1700 за идеальное расследование. Неплохо так. Неплохо. Кстати говоря, за распятие больше дают по фоткам. Поэтому лучше распятие фото. Итак, теперь переходим ко второму Тиру предметов. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Второго Тира все предметы. Итак, ну погнали на Эджфилд. Давай. Сложная, правда, карта. Но ладно, я рискну. Точно, я ж мог бы этот круг вроде зажечь. Да, у меня же круг был в прошлой игре вроде проклятый предмет. Ну ладно, неважно. Второго Тира мы уже можем сделать вот так вот опана. И у нас есть освещение уже с самого начала. Так, термометр подожди. Я возьму видеокамеру. Капец. Все, в старую фазму вернулись. Ничего не менялось абсолютно. Вам показалось. Никакого обновления не выходило. Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Так, пожалуйста, будь здесь. Фух, спасибо большое. Дай мне знак. А давай-ка я вот как хитро сделаю. Смотри, я моментально вот так вот на Джина делаю проверку. Я сейчас просто сбегаю за другим термой. За другим этим. Э, у. А? Ты о чем? Нет, я не к тебе обращаюсь. А кому? К детектору ЭМП. Что он тебе скажет? Сколько ЭМП? Дай мне знак. Покажи себя. Вот это вот я пока что все сложу вот здесь давай. Окей, погнали искать комнату призрака. Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? У нас не доска. Хорошо. Дай мне знак. Покажи себя. Знак. Дай мне снэк. Покажи себя. Наверное, на втором этаже. Опа-на. Стоп. Это что? Это кружка валяется. Он на втором этаже. Сто процентнеров. Стопроцентнеров, потому что кружка лежит не на своем месте. Хозяин такого не потерпит отношения к своим кружкам. Сдал квартиру, думал нормальным людям. Точнее, не квартиру, а дом. А они вон как себя ведут. Нет, такого быть не может. Такого быть не может. Это стопроцентно вроделки какие-то. Так, подожди. Он что-то здесь кинул. Где-то? Где? Где-то здесь что-то кинул. Что-то где-то кинул. А где? Вот тут вот трогает двери. Ну-ка. ЭМП. Ой. Точнее, отпечатки. Отпечатков нету. Хорошо. Мы, по крайней мере, нашли примерное место обитания призрака. Это, кстати говоря, не зеркало и еще не шкатулка. Окей. Не доска, не зеркало, не шкатулка. А карты вроде бы нет. Вроде бы там не было карт никаких. Так, я возьму двор лазерных. Давай принесу заранее просто. Чтоб просто поставить и чтоб они там были. Так, это не карта. Это либо кукла Вуду, либо лапка. Ну-ка. Это лапка? Это лапка. Замечательно. Хорошо. Эм. Ну, либо, соответственно, не лап. Два блокнота прямо вблизи положил. С помощью лапки мы, впрочем-то, можем достаточно легко узнать комнату призрака. Я могу этим воспользоваться, но давайте я лучше воспользуюсь предметами своими для определения комнаты призрака. Мне кажется, отпечатков он нам не даст, поэтому, впрочем-то, нести соль я не вижу пока что смысла. Да, фотик, кстати говоря, было бы неплохо принести. Так, где же он? Где же он? Он здесь? 15,8. Ага. Так, 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 погоди-ка. 15,6. А ну-ка. А здесь сколько? А здесь 6,6. Он здесь. Одну секунду. Планы меняются. Вы, братаны, двигайтесь вот в эту сторону. Переезжаем, переезжаем, выселяемся, все. Нам не нравится, как вы относитесь к нашим. Мы с вами нормально... Ой, смотри как, смотри что. Так, подожди, записи в блокноте, а MP5 нету от блокнота, поэтому... Хорошо, я сфоткаю только записи в блокноте, надеюсь, у меня получится, поэтому я сейчас, впрочем, не сильно спешу за фотокамерой своей, а вот теперь уже спешу. Сейчас как раз-таки пройдет взаимодействие, и я фотик возьму и сфоткаю. Так, ладно, одну секунду, что я могу еще взять с собой, в принципе? Что мне для здания надо? Направленный микрофон надо, хорошо. И также зажечь благовоние во время... Ой, ладно, это все мы перетащим сейчас, одну секунду. Значится, мне нужно... Вот это вот все я, подожди, пока что сложу, вот это тоже сложу. Ну-ка, фотку, записи в блокноте, замечательно, замечательно. А где у меня второе распятие, подожди, куда я делал? Я же сюда... Че? Это что? Что произошло с распятием? Вы видели, оно просто провалилось. Нормально вообще? Бывает, ладно. Очень странно, что он взаимодействует как-то везде, где только можно. Подожди, а где? Стоп, эм... Призрак, подожди, я же сюда ложил распятие. Я его ложил вот на эту кровать. Куда делал? Блядь. Где мое распятие? Призрак украл распятие. Что? У меня такого никогда не было. Че за приколы? Алло, у меня распятие просто взяло и провалилось в кровать. Я его ложил здесь на кровать, я четко помню. Эм, блядь. Ну, кажется... Это что? Это просто смех? Это он повеселиться так решил, да? Ну, хорошо, смотри, отпечатков у нас нет. Ну, классно. Просто взял и украл распятие. Я не могу достать... Я не знаю, типа, видишь? Я тут вожу мышкой, она нигде, курсор не загорается сильнее, чем... Вот я его прямо здесь куда-то положил. Блядь. Может, оно тут? Куда оно могло провалиться? Как оно могло куда-то провалиться вообще в принципе? Что за прикол? Стой! А, вот второе распятие. Все, я подумал, я уже и второе потерял. Не, блин. Да ладно тебе, ну, камон. Может, я его тут положил? Да не может такого быть. Эм, ладно. Давай проверим радиопри... Давай еще один. Эм, хотя... Ладно, блокнот еще один принесу. Давай проверим радиоприемник. Ну-ка, дай мне знак. Покажи себя. Радиоприемник он нам не дает. Хорошо. Дай мне знак, покажи себя. Сколько тебе лет? Неужели призрак может теперь как-то двигать распятие? Что за приколы? Может быть, он опана. Он, значит, в блокнот пишет. Я сфоткаю взаимодействие один раз. И второй раз сфоткаю записи в блокноте. Замечательно. Хорошо. Эм, так, а я могу выключить лазер? О, могу. О, призрачный огонек. Так, хорошо. Записи в блокноте и призрачный огонек. Мара Ревенантая. Это что, шутка какая-то? Эм, если ты Мара, то ты, конечно, меня извини, но... По-моему, тебе пора дать мне радиоприем. Тебе так не кажется? Дай мне знак, покажи себя. Потому что, ну, лазерки, как бы, я тут не наблюдаю. Дай мне знак, покажи себя. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Дай мне знак, покажи себя. Радио нету, тупо нету вообще. Смотри. Все, нету радиоприемника. Может быть, либо радио, либо лазерка, либо минусовая температура. Минусовой я тоже пока что не видел. Давай еще раз, смотри, проверим. 2,5. Ну, в принципе, падает, но пока что не то, чтобы прям... Я перетащу сейчас благовоние в удобное мне место. Так, благовоние раз, благо, благовоние три. И, наверное, стоит еще взять соль, наверное, да? Потому что полезная такая вещь для фоток. Потому что распятие я все уже не сфотографирую, ибо, извините меня, призрак у нас мошенник, кармань, вор. Так, возьму... Ну, давай еще одну соль, ладно, две соли возьму. У него в любом случае нету, как бы, этого того. Давай я вот просто соль эту вот так вот рассыплю здесь. Чтобы, если что, потом нормально там сфоткать все. Не знаю. Не знаю, стоит ли тут рассыпать. Опа-на! Сразу сколько фоток у нас будет. Раз, два, три. Так, готово? Следы в соль. Раз, два, три. В смысле на одну звезду? Офигеть! Взяли, блядь, на одну звезду, сказали. Ну, пиздец. А, наверное, потому что оно должно быть, типа, в центре кадра. Ну, надо было стоя, наверное, фоток. Ну, камон. Ну, ладно, хорошо, хуй с ним. На одну звезду. Кстати говоря, заодно посмотрим, что там по бонусу за расследование будет. Ну, вот, раз у нас фотки все не на три звезды. Будет ли идеальное расследование у нас? Ну, наверное, конечно, вряд ли, да? Мне нужно направленный микрофон проверить. А, и кость, кстати говоря. Мне же кость надо найти. Но я хочу, чтобы он сначала пошептал. Так, не трогай дверь. Дай мне знак. Пошептал, ура! Хорошо. Ну, теперь, впрочем-то, я думаю, можно выдвигаться кость искать. Можно выдвигаться кость искать, да. Потому что нам сейчас вроде как они угрожают. Так, косточки. Надеюсь, она сейчас не будет спрятана, не пойми где. Потому что тогда будет это не смешно. Я с такого призрак не смею. У меня такие шутки не по душе. Кстати говоря, я вторые записи в блокноте сфоткал. Ну, ладно. Не, стой, куда спускаешься? Надо сначала вот тут вот все проверить. Так, ну-ка. Ага, тут у нас нету нигде. Не спряталась за дверью в туалете. Не, окей, ладно, двигаем дальше. У нас не кукла. А, ну у нас же лапка точно. Постоянно забываем. Так, здесь тоже косточки не обнаруживается. Последняя комната второго этажа. Если он тут опять кружку ставит на пол, ну, то за ведение. Подожди, ковер, по-моему, помял. По-моему, до обновления ковер был не помят. Ковер нормально ровно лежал. Они после обновы помяли ковер. Сто процентов. Я отвечу... Нет, сейчас, ну, реально, без шуток. Типа, мне кажется, что до обновы ковер был не помят. Помяли ковер. Прям так видосы назову. Помяли ковер. Ладно, шута у меня есть уже название для видоса. Ну, тут, по-моему, я везде смотрел. Тут, по-моему, косточки... Она, скорее всего, либо в подвале, либо в гараже где-то. Или даже не знаю, где еще. Да, но тут ее нет. Может, она в этой комнате. Ковер, она с ковром могла слиться. Но, конечно же, она будет в последней комнате в подвале. Классика жанра. Было бы реально классно. Я вот в каком-то из предыдущих видосов предположил... Ну, не предположил, а предложил. Типа, было бы классно, если бы разработчики что-то добавили. С костями связанное, я не знаю. То есть, чтобы это не просто вещь, типа, какая-то смешная, там, которую ты собираешь. А чтоб, я не знаю, может... Ну, реально, типа, она принадлежала призраку. Там ее как-то найти нужно было. Сфоткать за нее, там, что-то давали бы. Типа, можно было бы собирать. Может, потом из кости можно было бы собрать скелет призрака. Не знаю. Можно, в принципе, дофига чего придумать паранормального с этим связанного, реально. Так, хорошо. Еще раз, еще раз тебе говорю. Дай мне знак. Покажи себя. Он сейчас очень-очень неактив. Он прям вот максимально неактив. Причем, я стараюсь за ним ходить, как бы, там, где он прошел. Это не Мара, опа-на, это не Мара. Потому что включил свет. Это либо ревенант, либо ТАИ. Оба опасные. Поэтому лучше с ними, как бы, не это. Тогда подожди, зачем я тогда проверяю это? Подожди, это минусовая, что ли? Потому что лазерки я не видел все это время. Мне кажется, а я бы дал уже лазерку. Посмотри, типа, у нас либо лазерка сейчас, либо минусовая. Если сейчас это лазерка, и он не покажет лазерку, я скажу, что, в принципе, лазерный проектор, что второго тира, что первого, как бы, ну, как так мягко сказать. Ну, короче, типа, да, вот, да, реально. Ну, а как бы, ага, подожди. Ты что, смехотворишься? А, чего? Не понял. Вот сейчас вот этого прикола я не понял. Почему у него обычная скорость абсолютно? И каким образом вообще он спустился? Ну, я знаю, конечно, как проверить во все на свете, но... Почему он спустился вниз прям? Это что за приколы? Сбежать от призрака выполнилось. Хорошо, но мне нужно... Мне нужно, чтобы ты вернулся сюда и использовал распятие. Алло, уважаемый Тае, стой. Если это не Тае, это не Ревенант. Это либо Тае, у которого по идеальному вот прям с течением обстоять сейчас совпала скорость с обычной скоростью призрака, либо, блядь, это каким-то образом Мара, которая теперь включает свет. Конечно, после обновы много чего поменялось, но... Ну-ка. Вот подожди. Стой. Медленно стал. Так, благовоняю. Тихо. Тихо. Смотри. Ну, если сейчас он начнет ускоряться, я удивлюсь. Он не ускоряется. Хорошо, да. Это Тае. Окей, это Тае, это лазерка, которую мы не получили. Вот такие пироги. А мне нужно еще три фотографии сделать. Хорошо. Я его, впрочем, заблаговонял. Блядь, я не успел это сделать. Ладно. Так, мне надо перетащить, впрочем, лучше вот эту вот штуку. Так, так, так. Он потрогал. Он что-то там потрогал. Непонятно что. Так, подожди. Он теперь у нас, я так понимаю, вот тут жилой этот человек. Молодой. Чем-то промышляет, что-то занимает с какими-то фигнями. А, подожди, он здесь вот прямо сейчас бросил картину. Ладно. Может, дашь мне лазерку? Дай мне лазерный проектор, пожалуйста. Покажи себя. Я положу вот так вот, распятие, чтобы удобно было. А, подожди, он же не даст лазерный проектор. Я гений, блядь. Я ж на кошмаре играю. Ищу третью улику. Блядь, и в прошлой игре, подожди, я на кошмаре играл. Ладно. А, блядь, ты тут? Нихуя себе, приколист. Весельчак! Ну, получается, что? Подожди. А что мне там Мара не давала? Радиоприемник. Ну, ладно. Про радиоприемник я слова обратно не заберу. Но с лазеркой вроде как реально проще теперь в последнее время. Потому что выпустили опять-таки фикс. Я-то думал сейчас, что реально, блядь, он мне не дает лазерку. Ладно, попробую сфоткать. Ну-ка. Надеюсь, я там ничего не запорол. Так, дядя. На фотке, потому что призрак был. Блядь, две звезды, вы угораете. Он прямо передо мной стоит. Две звезды. Ладно, хорошо. Две фотки. Две фотки. Он тут что-то бросил. Что он бросил? Я его знаю. Кружку? Ладно, не буду рисковать. Хочу, чтобы он съел распятие. Ну, либо, чтобы он... Ладно, либо, чтобы он побросал, допустим, предмотник. Или просто солью забить. Давай просто солью смотри. Так, где-то у меня целая банка. Вот это только раз, два. Опа-на. Вот тут потопал. Все замечательно. Следы в соли. И еще одна фото. Дай мне знак. Покажи себя. Дай мне знак. Потопай в соли. Дай мне знак. Родной Тае. У меня просто соль пропала. Я не знаю, фоткать это или нет. Ладно. Подожди, а какого хера я решил на кошмаре играть? Блядь. Я хотел на профессионал. Ладно, уже похуй. Я же хотел показать. Опа-на, стоп. Я хочу подождать, пока пройдет взаимодействие сейчас. Как только МП перестанет это. Сфотку я сажу на распятие, потому что за него больше денег дают, чем за взаимодействие. Я же хотел все предметы Тир-3 показать. А как они работают? Мне для этого лучше бы три улики иметь. А я, блядь, наказал. Это я, блядь. Это я, как обычно. Итак, ставлю Тае. Смотри, значит. Две фотки я запорол. Две фотки. Вот одна на одну звезду. Одна на две звезды. При этом я все остальное выполнил. Кость нашел призрака и определил. Задания все сделал. Итак, сколько дадут? И дадут... Нет, смотри. Уже написано бонус просто за расследование, не за идеальное. То есть это не идеальное расследование. И дали 180. Ага, то есть не больше. То есть чтобы вам дали бонус за кость и фотографии, вам нужно не просто заполнить весь журнал фотками. А именно идеальными фотками. То есть на три звезды. Ну да, ну в таком случае лучше бы они реально добавили возможность вырезать. Удалять, точнее, фотографии, которые неудачные. Потому что, блядь. Ну потому что как, например, с солью или вот с призраком сейчас получилось. Ну это нихуя. Это не две звезды и не одна звезда, уж тем более с солью. Переходим к третьему тиру. И третью катку я хочу сыграть на Виллоу Стрит. Окей, кошмар. Блядь, надо не забывать. Я постоянно это забываю. Я там играю на кошмаре, на этом пытаюсь найти постоянно, блядь, четвертую, пятую, лику, десятую. О, кстати, опа, на минусовая. Все пиздец, ханту. Когда минусовая в фургоне, это сразу ханту. Ладно, шутка. Потому что снегопад и теперь как бы да. Ой, мамочки. Третий тир. Это пиздец. Во-первых, видеокамера. Ой, почему я постоянно говорю видеокамера? Камера на голову? Какая, какая лазерка? Я хотел видеокамеру взять. Просто, вот, пожалуйста. Все, пошел. И не надо никакой фонарик больше. Все, я забываю про фонарик. Мне больше никогда в жизни не понадобится мой фонарик. Значит, соберу ключи. Костя, я не знаю где. Окей, дай мне знак. Надо включить. Опа, генератор у нас. Ну, точнее, генератора. Генератор. Ну, по сути, генератор. Я сброшу давай здесь прямо сейчас. И сбегаю за другим МП. Ну, и заодно там лишних каких-то вещей притащу. А возьму-ка я, наверное, сейчас сразу фотик давай. Давай, да. Фотик, МП и, ну, вот, не знаю, термометр. Ну, правда, термометр я лучше, наверное, сейчас выкину и заменю на ультрафиолетовый фонарик. Потому что это будет лучше. 6,4. Ну, окей, это пока что дом не прогрелся, я так понимаю. Потому что у нас была, как бы, зима на улице. Была и есть. Дай мне знак. Покажи себя. Где у нас кость? Дай мне знак. Покажи себя. Тут костей. Опа, я слышал. Я слышал, он в подвале что-то швырнул. Ну-ка, быстренько спускаемся. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Это здесь? Это не здесь. Это, это вот там вот. Это в соседней комнате, МП-3. Хорошо. Я успел засечь хотя бы МП. Это меня радует, потому что мы, по крайней мере, теперь уже знаем, где он, что он, как он, кого он там. Вот это вот все. Тут кости нету. Хорошо, в подвал. Последняя комната в подвале. Опа, на кость. Замечательно. Так, бац. Готово. Окей, снимки, кость. Хорошо, отлично. Я сбрасываю вот это все вот здесь. Это я тоже все скину. Сейчас притащу другие предметы для улик. Так, тут очень темно. Надо свет включить. Что у меня там? Термометр, радиокамера и все, что ли, да? Я больше не брал? Угу. Наверное, нет. Но если это ханту, по сути, он должен, наверное, быстро дать мне минусовую. У нас как бы зима на улице. И у меня теперь три радиоприемника. Ой, детектор температуры. Короче, темно. Нет! Не успел! Опять! Ё-моё, почему всегда фотик, блядь, не в руках, когда он должен быть в руках? Так, МП-4, хорошо. Опа-на! Зато я могу сейчас сфоткать вот эту дверь, я так понимаю. Да, взаимодействие, хорошо. Отлично. Отпечатков нету. Ни с этой стороны, ни с той стороны, хорошо. Ладненько. Дай мне знак. Может быть, он вышел из этой комнаты? МП-5 не был. Может, он вышел и здесь, призрачный огонек покажет? А может, призрачного огонька и нет. Ладно. Я бы пока что все-таки вместо всего. Он еще чуть-чуть. Но МП-3 по-прежнему. Окей, ладно. Так, он меня загостил один раз. Хорошо, надо запомнить, где я камеру положил. Он меня загостил, короче, один раз. Это значит, что у меня минус 10% рассудка. Ну, либо 15%, если это какой-нибудь там банш или они. Так, что мне надо? Мне надо радиоприемник, вот это и лазер. Конечно, классную он себе комнату выбрал. Самую дальнюю, до которой дольше всего идти. Ну ладно. Хотя у меня, в принципе, есть шприц адреналина, с помощью которого я могу быстрее это все сделать. Впрочем, давай-ка реально я его сейчас и использую, чтобы перетащить его предмет. Я кости, кстати, нашел. Ну-ка, подожди, смотри. Сейчас, так. Блядь. Ну-ка. Призрак 3 звезды, хорошо, замечательно. Ой, кстати, радиоприемник заранее сразу проверю, смотри. Дай мне знак. Но я прямо на призрак, он должен радио дать. Я сейчас опять зашел в призрак, поэтому у меня сейчас, скорее всего, минус жесткий по рассудку. Ну ладно. Так, хорошо. Радио пока что я не получил. Так, 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 лавандненько. Огонька призрачного нету. Да. Ну я думаю, что, окей, я думаю, что призрачного огонька и не будет. Впрочем-то. Либо лазерка. Это может быть горё. Это может быть кто угодно, по сути. Поэтому, да. А где термометр? Вот он. Ну-ка, проверим. Минус 3, минусовая температура. Это может быть всё. Огонька нету. Это не они. Это не они. Минусовая температура. Огонька призрачного нету. Это не мимик. Это не морой, потому что не радиоприемник. И бежим нахуй. Бежим нахуй. Он сделал 3 гост-эвента. То есть у меня 70% рассудка. Это чё, демон? Это либо демон, либо анрё. Ну да, это не ревенант, не ханту. Не близнецы. Никакие. Бля, можно сделать тест на Джина, но пока что рискованно сейчас. Вот сейчас сделаю. Это не джин. Эм. Это дурак вообще. Он просто взял, развернулся. Чё? Камон. Ладно. Хорошо. Допустим. Эм. Без проблем, братан. Так, чё у меня по снимкам? Призрак, взаимодействие, кость. Хорошо, всё отлично. Мне кажется, что это демон. Так, спугнуть благовоние, направленный микрофон, достичь рассудка низкого. Окейюшки. А, стой, почему я, блядь? Да ё-моё, чё я постоянно-то путаю всё? Я ж на кошмаре, а не на безумии. И теперь я подумал, что я на безумии, что кроме минусовой он ничего не даст. Блядь. Ладно, перетаскиваю вот это. Но я сомневаюсь, что это Юре и лазерка, поэтому... Ээээ. Не знаю. Я возьму в любом случае два распятия, давай. Смотри. Вот так вот, хуяк. И пошёл процесс. Бежим. Бесконечный спринт. Бесконечный спринт. Кайф. Мне кажется, это демон. Вот, кстати говоря, сейчас у меня рассудок восстановился немного из-за того, что я вот использовал таблетку. Плюс очень хорошо, что у нас распятие есть. Ну, смотри, я положу одно давай вот здесь, одно в его комнате. На всякий случай, просто если он решит переместить. Мало ли. Ну-ка. Записи в блокноте не оставил? Не оставил. Эээ, лазерка. Прикол. Это Юрей. Это Юрей? Ты что, угораешь? Это у меня настолько быстро до 50 спал рассудок, ладно. Окей. Неожиданно. Эээ, просто я не думал, что у меня настолько быстро реально упадёт рассудок, прям до 50. Так, давай я одно распятие вот так вот положу. Одно вот здесь оставлю, потому что он тут только что гостил. Хорошо, мне нужно спугнуть благовониям, да, ещё? И направленный микрофон мне надо. Окей. Давай пока что тогда сбегаю за всем вот этим. Ключу свет. Бегаю за направленным, за благовониям и всем вот этим. Мне, по сути, только, да, только направленные благовония. Направленный, благовония. И сейчас ещё зажигалка. Так, 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 так. Я бы сейчас ещё не отказался, конечно, гость найти. Но я, пожалуй, наверное, лучше сначала услышу какой-нибудь шёпот там призрака. Вот это вот всё. Благовония у меня, если что, есть при себе, поэтому, да, не страшно. И да, по поводу Юрея, почему именно Юрей, а не Они, потому что он сделал гост-эвент, где такой шар воздушный летит на тебя. Когда такой гост-эвент делает призрак, это значит, что это не Они, потому что Они такой гост-эвент не умеет делать. Дай мне знак, поговори со мной. Скажи что-нибудь в микрофон. Расскажи про себя в микрофон, пожалуйста. Поделись знаниями. Ну, расскажи про себя. Ну, что-то как не свой, ну, давай. Вот странная вещь, кстати, с направленным, типа, третьего тира направленный. Я бы не сказал, что гораздо проще с ним ловить звуки. Проще ориентироваться, откуда эти звуки исходят, и обычные звуки какие-то улавливают. Но вот шепот призрака именно, он как-то не дает особо преимуществ над другими, ну, третьего класса. Второй и первый точно так же улавливают звуки призраков. Понимаю. Дай мне знак. Блин, мне же в любом случае нужно как-то забить фотками журнал, поэтому да. Короче, я думаю, что проще будет во время охоты это все сделать, с направленным микрофоном. Поэтому давай-ка я вот сейчас сложу лучше. Принесу-ка я ему соль туда, чтобы он там по ней топал. А сам пойду кости искать. Возьму с собой еще один шприц вот этот. Реально имба ускоряет процесс весь, перебежек вот этих дураков. Значит, ну, одну я рассыплю давай. А я даже не знаю, лучше как. Тут вот рассыпать я думаю. Вот здесь и вот здесь. А вторую... Ладно. И еще одну вот тут, вот тут вот. И вот тут так вот сделаю. И возьму, получается, камеру. Окей, в это он во все еще. Ну-ка. Сейчас должен наступить. Опа-на. Раз. Значит, следы в соли готова. Хорошо. Отлично. И, эм, ну да. Да-да-да. Хорошо. Сейчас я найду кость. Быстро. И со всем этим будем справляться. Косточка. Косточка, ты где? Я не... Меня немного смущает то, что она сейчас либо в этой комнате, либо я не знаю где. Эм, в этой комнате как раз-таки ее нету. Ага. Ага. А, кстати, мы же можем точно, мы же можем... Это проклятый предмет фото. Я совсем забыл. Так, подожди, где кость? Что-то я вот этого прикола сейчас не понял вообще. Тут ее нет. Типа, здесь ее нет. Нет, а где тогда? А вот, блядь, я же ее уже нашел. Ебать я, ну, просто добрый вечер. Как дела? Нормально, замечательно. Он, кстати, в эту соль еще не наступил. Это говорит о том, что он еще по-прежнему вот там вот. Получается, у меня раз, два, три, четыре, пять фоток. Ну, расскажи о себе в микрофон. Ну, ебаный ты в рот. Я использую куклу воду. Во время охоты реально гораздо проще будет провоцировать его на этот микрофонный... Окей, ладно, он начал охоту. Так, я возьму вот так. Точно, блядь, охота? Это меня смущает то, что как... Охота не началась? Что? Я кольнул в сердце, и охота не началась? Извинить. Эм, да, блядь, как? Получилось так, простите, пожалуйста. Что? Призрак смеется надо мной? Он, он, он весельчак или что? А где мой фотик? Вот что происходит? Он, кстати, способность свою завязал сейчас. Опа-на. Что я сейчас сфоткал? Сожженное распятие. Замечательно. Мне как раз это и надо. И оно уже, он уже дважды его успел съесть. Класс, я вас понял. Так, я вырублю эту хрень. Он, походу, охоту начал. А, нет, это не охота была. Окей, это он выключил щиток. Ясно. Хорошо, придется сходить, включить. Так, ну сожженное распятие одно у меня есть. У меня есть фотка при... Бля. Фотка призрака, да. С этим прикольная до сих пор там лежит. Так, мне нужно вот это. Давай, поднимайся. Ну. Опа-на. Ура. Идет. Весельчак. Ну расскажи ты о себе, ёб твою мать. Хоть что-нибудь. Ладно, давай я его заблаговоняю сейчас. Он не хочет шептать мне. Дядя. Мне надо в направленный микрофон, чтобы ты что-нибудь рассказал о себе. Что-нибудь интересное. О! Ура! Неужели под конец охоты он решил? Он все-таки соизволил. Так, ну, блин. У меня сейчас, конечно, небольшая проблемка. У меня нету, потому что... Подожди, куда я фотик? Где теперь фотик? Ой, вот. У меня нету сейчас благовония. Ладно, я могу, в принципе, за ним сбегать. Я выполнил все задания. Только мне осталось сделать сколько фоток? Раз, два, три, четыре. Четыре фотки на три звезды. Главное, чтобы ничего сейчас мне никто не запорол. Значит, во-первых, раз. Правильно. Правильно. Во-вторых, два. Правильно. Правильно. В-третьих, три. Правильно. И, эээ, вот это, блядь, не помню. Это я фоткал или нет? Эээ, подожди. Так, распятие. Опа-на. Хочу, чтобы прошло ЭМП. Хочу, чтобы прошло ЭМП. Что, блядь, со светом? Вы угораете? Что со светом происходит? Так, ЭМП, пожалуйста. Блин, а, подожди, стой. Я вот сюда вот его перетащу. Где мой фотик? Ну, должно же уже пройти, да? Бамс. Сожжен на распятие. Идеально. Все. Хорошо. Замечательно. Теперь мне осталось только свалить. Я не знаю. Возможно, он сейчас, конечно, мне не разрешит. Он выключает свет, чтобы мне страшно было вот это все. Не. Спокойно, я выхожу. Хорошо. Ой, Юрей. Блядь. Итак, все задания. Правильно призрака определил. Получается, все фотографии на три звезды. И теперь, по сути, мне должны дать. Да, бонус за идеальное расследование. Интересно, сколько тут. Призрак наступил в соль. Распятие предотвратило атаку. Блин, так прикольно вот эти штуки выглядят. Я на них раньше реально не обращал внимания. Надо бы пообращать на них внимание. Итак. Ну-ка. Юрий, пожалуйста. Значит, раз. Тридцать долларов. Два. Двадцать пять долларов. Три. Двести тридцать долларов. И награда X4. Капец. Сюда кость. Двадцать пять. И восемьдесят за фото. Вот так вот. Тысяча семьсот сорок пять. Блядь. Неплохо. Если бы еще за вот эти. То есть было бы двести сорок получается. То есть, по сути, идеальное расследование это двести сорок. Ну, короче. Примерно так выглядят игры с каждым тиром предметов. Решайте сами для себя, какой из вас самый полезный предмет. То есть, ну, потому что есть реально предметы, которые полезны из первых. Там классов есть из третьих. Ну, конечно, таких в третьих побольше всего. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Сейчас здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.